Ну, знаете, я никогда не заявлял, что я мастер высокого уровня. В любом случае, все это будет закрываться. Конечно, если бы это был материал, который уже окончательно, то мне было бы стыдно за свою работу. Вести дух, передохнуть, потому что через три дня я уже поеду в Сочи. Из Сочи в Ростов, заберу детей и поедем в Курджиново. Ну, раз я оказался здесь, это Черусти. Ну, как видим, отличнейшие дороги. Ну, обычная пятиэтажка, благо, что кирпичная, это большой плюс. И там вон еще четырехэтажка, кстати, вон две. Туда уж не поеду. А вот, вот там, я не прав. Вот эти две новые, вот там продавали. Знаете, что Логутенко Илья, тот самый, который мумитроль, он оказывается внук Логутенко. А вообще первые хрущевки, они назывались Логутенками. Все проверил, все на месте. Все нормально. Колодец набирает, фильтр набирается. Сейчас пойдет. О, пошло! Можно легко разобраться. Мне даже. Вот это я понимаю, но вода идет, к сожалению, не там. Пока не понимаю, почему не работает. А здесь, смотрите, что происходит. Вообще, смотрите. Как хорошо, какой я молодец. Хо-хо-хо-хо-хо-хо. Вообще. Всем привет, друзья. Нужно съездить в соседний крупный поселок. Кое-что докупить для того, чтобы вода вот так и была. Знаете, на самом деле, на самом деле жарко. Сейчас вот просто солнышко. Трава выросла, человеческий рост уже. Жалко, я триммер увез. Сейчас попробую косую где-нибудь найти. Знаете, на самом деле жарко, но лучше, чем в Москве, безусловно. И комары, их стало намного меньше, мух намного меньше. Все-таки уже конец июля. И уже становится терпимо. Приехал я сюда передохнуть. Впереди опять движуха. Ну, я привез с собой пистолет. Я попробую все-таки это безобразие доделать. А то как-то некрасиво так совсем оставлять. Яблоки, смотрите. Яблоки хорошие, местные говорят. В прошлом году я их уже не застал. Они были уже... Купил я в конце сентября. были уже такие. Ну и, конечно, деревья, если правильно подпилить, не так ужасно, как вот что-то я сделал, что-то уже было. То эти деревья еще могут оплодоносить. Классно, на самом деле. Вот в конце ближе. Ну, не конец лета еще, но, считай, август, что там холодный уже фактически. Редко бывает август теплый. И погода, конечно, сейчас намного лучше, чем была, когда я приезжал в прошлый раз, месяц назад. Ну да, потом я с детьми поехал. Слушайте, колесико, конечно, это вообще мега просто. Это мега вещь, безусловно. Здесь продают два года уже, вон, чуть дальше дом. За миллион двести сначала ценили. Но там домик 20 метров летний. Хоть и утепленный, не видно, что он не зимний. У меня место, конечно, поинтереснее. Я уверен, найдется покупатель. Собираются через две недели люди приехать дом смотреть. Очень заинтересовались. Хотят жить. Спрашивали там про автобус. Ходит он или нет. То есть, ну, больше всего движуха, конечно, по Куржиновскому дому. Там уже прям совсем-совсем много людей интересуется. Я думаю, тот дом продам. Но главное мне сделать так, чтобы, когда я продам дом, чтобы я купил следующий. Потому что мне где-то жить нужно. То есть, в данном случае, квартиру, как я и говорил, в Мостовском. Потому что вот так в Владимирской области здесь никакого смысла у меня уже нет. Как вы понимаете, жить, когда дети в Ростове живут. Я еще подумаю. Ну, деньги на руках будут, самое главное. Можно будет подумать. Хоть Ростов мне как-то как город не зашел. Может быть, действительно, туда съездить на пару дней, как в Волгоград, спокойно. Не в таком режиме, как я там приехал. Наскоком. Катался там по центру города. По железнодорожному вокзалу. И где там еще. Просто посмотреть. Ростов может быть очень разный. И где-то с другой стороны он будет очень комфортный и приятный для меня. Опять же, там человек один написал. Покажу тебе Ростов, расскажу. Я воспользуюсь, наверное, также предложением. А так, Мещурова, Сек, Россия, друзья. Все-таки средняя полоса, она тоже красива. Тоже комфортно. Особенно вот, когда до конца лета остался месяц, грубо говоря. Снимается обзор сам в конце июля. Какой обзор, блин? Обзор снимается. Снимаю я в конце июля 2022 года. Вчера ночью, конечно, классно дал. На колесе здесь вообще просто огонь. Знаете, я говорю, отлавливайте такие моменты. Живите здесь и сейчас. Вспоминайте Тома Сойера. Понимаете? Я вас не поучаю. Я не имею права на это. Каждый человек – это вселенная. Каждый человек – это Бог. Это сверх, не знаю, яркий. Это очень мощный человек, я так считаю. И вспомните Том Сойера, если кто-то не читал. Там суть такая, что его заставили красить забор. А это кому интересно, мальчишке, красить забор? Ему гулять хочется. Но он создал ценность. Когда друзья пришли к нему и стали смеяться. Том, ха-ха, ты красишь забор, а мы пойдем на речку. А у нас это, а у нас это. Он сказал, да ну вас, это каждый день бывает. А часто ли вам доводилось красить забор? И замолчало. Те стали думать, ага. А ведь действительно забор-то красят там раз в несколько лет, ну допустим. Или даже если раз в год. А у них-то нет возможности забор покрасить. И они не только ему попросили его помочь. Они ему еще и заплатили там своими мальчишескими. У кого что там было. Ну это написано еще вообще, по-моему, в 19 веке очень давно. Кстати, там такие жуткие вещи. Сейчас вот современные цивилизации, там про рабство написано. Прям даже эти книги, я думаю, американцы очень хотели бы запретиться. Но это невозможно просто. Это было, это часть нашей истории. Что относится к неграм. Это слово запретно в Америке, насколько я сейчас. Не на Америку гоню, просто объективно. У нас крепостные были в России, чтобы тоже справедливо стирали. Но там прям вообще, конечно, так почитать Том Сори, Геккель, Дерефин. Там к афроамериканцам относятся как, ну, очень плохо. Как фактически, как домашним животным, полуслугим. Ну, неважно, вы поняли. Просто мы живем, историю надо помнить, как это было. Чтобы не повторять. Вот и все. Так вот, я к тому, что вот вы живете. Огляните вокруг. Думайте, я вот блогер, да? 10 лет каналом занимаюсь. Повторял уже не раз, говорю, я работал много лет. Самое малое я посчитал. Я 16 лет катался, ездил на кого-то, работал. Ну, из этих... Ладно, в 14-м я ушел. Еще где-то года 3, наверное, я. 2-2, 2,5-3, ну, вплоть. Года до 18-го я работал у знакомых, наемным тоже, менеджером. Ну, не буду привирать, что прям тренец, перерывный. Все-таки как-то и YouTube уже стал развиваться. Да, к 18-му году как-то полегче стал. До этого вообще была просто жесть. До этого тяжело было. И вот я имею в виду, я работал когда... Я вот поработал, например, 3 года в одной фирме. Уже, ну, настолько надоело. Вот это просто на автомате полностью. Раз, и садишься в метро от Нахинского проспекта. Жил совсем рядом с метро. На метро до Курской. И уже надоело вообще. Я сам себя как-то, ну, не развлекал, а, как я говорю, вы смеетесь? Ну, смейтесь, пожалуйста. Это ваша женя, это моя. Я менял себе мышление потихоньку. Сейчас машина проедет. То есть я менял свое мышление, как там Том Сойер. Я создавал ценность того, что я делаю. Если я сейчас тогда не мог уйти с этой работы, да и зачем? Я хорошо там зарабатывал, меня ценили. Я хороший сотрудник был. И со всеми у меня всегда все хорошо было. Я такой человек, не то что не конфликтный, нет, я могу и, если задеть. Но в целом, в целом я со всеми ладил всегда. Всегда и клиенты у меня хорошие, никаких проблем не было. Ни разу за все время, сколько я работал менеджером, 9 лет получается. Нет, 9 лет в электронике, а менеджером 4, 5, 6, 7 лет получается, да. Ни разу не было проблем, чтобы я кого-то, что-то не поставил, ну, разные ситуации могут быть в работе менеджера по продажам автовым, когда ты продаешь компаниям. Ну, конечно, можно что-то забыть, память такая, но, насколько я помню, у меня все ровненько и хорошо было всегда. Я общался со всеми. У меня мои товары всегда увозили, мои товары всегда по гарантии брали, мои клиенты всегда платили. Я никогда никого не подводил. Я считаю, что это важно. Если ты живешь, надо комфортно, чтобы тебе жилось и людям вокруг, чтобы ты людям другим не мешал, не раздражал и так далее. Вот это я считаю важно. Жень-то, она очень короткая, не успеешь оглянуться, уже все. Старости, говорю, если, дай бог, без страданий еще. Вот, что-то мы с такими посещают, просто не такой я старый, ты мне 43. Конечно, когда мне было 15, я думал, что те, кому 25, это старики, а 35-летние, это там где-то вообще уже сейчас умрут. Ну, грубо говоря, но вы меня понимаете. Когда ты молодой совсем, ну, даже тебе 20, лет 22, допустим, то кажется, что люди, которые уже в страховнике, уже такие, что два раза старше тебя, уже где-то там, на пенсии. Вот. И про что я говорю, я создавал себе ценность всего этого. Я ходил другим путем, например, исследовал новые территории. Там, например, такая фишка, Павелевский вокзал, он такой мрачный, темный в те годы был. Бомжи, по-моему, все-таки, когда я работал, какого-то, с 9 по 14, да, их уже там не было. А раньше там вот этот Курок, Курская, Курская, Курок, жуткое место, и бомжи там были, и орали песни, их менты гоняли тогда, но это в начале нулевых, потом все это успокоилось как-то, и бомжи, куда они, кстати, делись? Вывозят, наверное, куда-то их селят, какие-то, я не знаю, как назвать места, но явно занимаются давно. Ну, я считаю, правильно, вообще людям помогать нужно, и человек, который, ну, так оказался, опустился, ну, к нему и нужно относиться, все равно как к человеку, помочь надо. Я не задумался, честно говоря, что с ними происходит, куда их, чего, люди, которые так. Так вот, и на Курской, там, например, через выдачу багажа потерянного, там дверца такая неприметная была, как в каком-то фильме открываешь, идешь, там, извиняюсь, мучу, немножко пахло. Это мне объяснили, проходишь куда-то направо, под лестницей, еще одну дверь, и выходишь в какую-то промзону, как у Лукьяненко, помните, если кто читал, Черновик, Чистовик, тоже какая-то такая дорога, и мне объяснили, думаю, что за дичь, но потом, не помню, Серега или с кем-то меня один раз провели, думаю, ну да, и выходишь почти туда, к Елизаветинскому чуть пройти, и вот это было интересно, понимаете? Раз я себе, и уже не так отвратительно, это камешки по колесу бьют, не так отвратительно каждый день на работу ездить, уже какой-то новый путь нашел. Я обратно ходил другим путем, и, например, на обед ходил, я каждый раз выбирал, там, по картам смотрел, пешком, сколько пройти, например, 32 минуты туда, 32 обратно, но это обычному человеку, я хожу быстро, поэтому мне хватало, например, там, 55 минут, я туда обратно ходил, успевал еще пообедать, там, 10 минут, там, ну, грубо говоря, в час укладывался. Ну, конечно, если ты там пойдешь обедать, час 05, тебе никто ничего не скажет, коллеги, что там обнаглел или нет, но старались, конечно, друг друга не подводить, ты уходишь, а твои клиенты могут звонить, какая-то работа у тебя есть, поэтому все по-честному, органично всегда было. Вот. Я имею в виду, что я просто даже вот маршруты менял, ходил другими путями, чего-то, постоянно, ну, я такой человек, у меня вот на однообразии это очень тяжело. Вот, как-то так, такая история, не знаю, насколько она вам интересна, я приехал в Уличов, до электрички еще 20 минут, отлично успел. Жарко, конечно, прям вот, ну, все-таки в Куржиново месяц, до этого еще там около месяца, ну, так, наездами. Все-таки что-то есть в таком предгорном климате, я хоть и люблю жару, но вот это жара, когда вот прям хочется сразу под кондиционер, там такого вообще не было. Здесь жарко, в Москве еще жарче, как я всю жизнь жил, выбирался только куда-то отдохнуть, а так вот сравниваешь, говорят, лучше, враг хорошего, все-таки жить лучше в климате теплом, солнечном, пусть там даже, ну, желательно без дождей, в Куржиново дождей много, но чтобы было комфортно, чтобы ты передвигаешься, если даже там Артура на закурке взял, ты не устаешь как-то, ну, совершенно другие ощущения, здесь же жарко, реально. Ну, раз я оказался здесь, это черусти. То есть это то ли поселок, то ли село большое, сложно сказать, там же дистанция, и он вытянут в длину основной, здесь, конечно же, домики частные. Я подумал даже здесь квартиру купить, там дальше все-таки будут трех, или даже пятиэтажные дома, вот я хочу до них доехать, посмотреть. Они стоили однушка, что-то так же, как и в мостах, в принципе. Ну, в мостах, правда, самое дешевое стоит, где-то миллион триста, миллион четыреста, здесь миллион четыреста стоила однушка, если память мне не изменяет, и где-то под два ляма стоила двушка. Но домики новые, как пишут в описании, кирпичные, пятиэтажки, где-то там, еще дальше, наверное, километр целый. И вот такой вот дом есть. Здесь я проезжал один раз на колесе, но особо мне червести ничем не запомнились. Что-то делают. Ну, это Московская область, не так уж и далеко от Москвы, кстати. Ну, хотя, кому как, где-то сколько, два с половиной часа до сюда ехать на электричке. Ну, как видим, отличнейшие дороги. Так же, как и у меня. О, не заметил, уже 43-44 шпарю. Незаметно. Ну, хорошее колесо, хорошая дорога, чего не ехать. Да, 45 даже. Ну, далековато, если вот так купить дом от станции, особенно если... Не, я не планирую, не дом, квартиру. Я здесь не планирую покупать, были мысли такие раньше. То так пешком, конечно, офигеешь идти, особенно если погода плохая, снег, дождь. Ну, такая чисто русская картинка, Россия. Сейчас посмотрю, где же эти пятиэтажки-то. Еду, еду, все, конца края не видно. Большой поселок. А, ну вот они по карте, судя по всему, там в конце слева, да. все вижу. Еще один магнит. А, вот пятиэтажки, вот как я и думал. Там дальше уже тоже частный сектор, и в принципе все. Так, никого нет, разворачиваемся. Не знаю, сколько сейчас стоит. Кому интересно, смотрите. Опять же, Авито, Циан, Юла, не знаю, что там еще. Основной такой, Циан и Авито. Да, вот эти пятиэтажки. Это место для спокойной жизни, когда никуда не торопишься, никуда не спешишь. Ну, проедем уж раз здесь. Здрасте. И там еще, видите? Ну, вполне комфортно, люди поддерживают чисто те места, где живут. По-другому как. Молодцы. Кошак. Есть динамика у этого колеса, конечно, вообще отличная. Да, здесь одна пятиэтажка, вот эта, новая 6, вот здесь продавали. Мещура. Это тоже Мещура, кстати. Территория Мещура. Ну, обычно пятиэтажка, благо, что кирпичная, это большой плюс. И там вон еще четырехэтажка, кстати, вон две. Туда уж не поеду. А вот, вот там, я не прав. Вот эти две новые, вот там продавали. Хотя поехали, съездим, время есть. Вдруг кто-то здесь квартиру хочет, скажет, что их не доехало, я хотел. Конечно, очень маловероятно, что прям кто-то, но не поехать. Мне просто любопытно, интересно. Да, вот в этих новых, я спутал. Не пяти, а четырехэтажные дома, там продавали за миллион четыреста. Ну, здесь уже прям уровень такой хороший, смотрите. Прям вообще все хорошо. И дальше блочные. Но блочных лучше не брать, если есть выбор. С соседями не повезет и ничего ты не сделаешь. С самоизоляцию нельзя сделать на сто процентов, чтобы она не слышно соседей. Это соседи должны у себя сделать. Если сверху, имею в виду, так цивильно вообще. Лифта нет, но смотрите, аккуратненько, хорошо. Слушайте, ничего так. Это уже поприличнее. Ну, когда-то, за счастье, и такие дома были, блочные пятиэтажки, но они строились-то лет, запасом лет на сорок. Лет на сорок строились. Кстати, вы знаете, что Логутенко Илья, тот самый, который мумитроль, он, оказывается, внук Логутенко. А вообще, первые хрущевки, они назывались Логутенками. Знали об этом? Логутенки называли их. Или Логутенки. Ну да, Логутенки. В честь Логутенко. Это дедушка вот этого самого певца, если можно так назвать мумитроли, певцом. Я не с целью его как-то обидел, но действительно очень странный персонаж такой. Что-то там пел, но очень странно. В стране него только Витас. Ну да ладно, я не хочу никого обидеть. Кому-то, возможно, действительно нравится творчество мумитроли. Вот. И его дед, он был архитектором, который спроектировал после войны нужно было людей куда-то заселять. Несмотря на то, что погибли миллионы в Великой Отечественной войне, все равно были какие-то 50-е годы, население потихонечку росло. Да, я думаю, не потихонечку даже. И нужно было людей где-то селить. и был такой проект, то есть нужно было за недорого, быстро, ключевое слово, быстро, недорого, ну и чтобы все-таки там не развалилось через 5 лет. И Логутенки первые, их еще называли не только Логутенки, но и Черемушки, потому что в районе Черемушки начали строить именно первые хрущевки. Там их очень много, я в Черемушках был несколько раз. И вот если не ошибаюсь, это при Сталине все еще было, но он 53-м умер, надо гуглить. Но в любом случае Хрущев одобрил именно эти хрущевки и со временем стали называть их не Черемушки, потому что строить стали по всей стране разные серии. Одни из самых первых, кстати, там где я жил, на Каховке, улица Каховка, но их разрушили еще давно, лет, наверное, как раз 8 назад уже и разрушили. И вот такая история с этими хрущевками так называемыми, то есть делали быстро, делали лет на 40, если не менее, ну да, 40-50 лет срок службы, но надеялись, что люди поживут там 3, 5, 10 лет максимум и построят, если не коммунизм, то социализм, и люди переедут в более комфортабельное жилье, то, которое строил Сталин, потому что посмотреть то, что построил Сталин, то, что построил соответственно Хрущев, это, ну, две очень-очень больших разницы, очень больших разницы. И вот поэтому так много получилось именно пятиэтажек, два четырехэтажки, поэтому блочные их собирали, привозили, и на тот момент это было невероятно круто, Советский Союз даже креативил, они выпускали ролик, они выпускали ролик, там смысл такой, что кухня шесть метров, это было рассчитано для советского человека, для женщины, что она готовит, у нее все под рукой, об этом ролик был снят, рекламный, в Советском Союзе, по-моему, еще черно-белый, я его видел, как это круто, как это хорошо, эргономично, ни одного метра не пропадает зря, комфортно и удобно жить в таких домах, и мне лично рассказывал человек, Геннадий его зовут, на Каховке, он ровесник, моего папы, 39-го года рождения, вот я с ним общался лет 8 назад, он рассказывал, как они жили в Москве, где-то на Автозаводской, ну это чуть ли не окраина Москвы была, после войны, соответственно, 39-го года, считайте сами, то есть войну, конечно, он не помнит, ребенком был, но после, и он говорит, жили просто в бараках каких-то, реально, как сейчас называют бараки, умываться, зубы почистить, умыться, очередь стояла утром, на улицу, это говорит, когда давали хрущевки, люди просто от счастья светились, радовались, это было счастье, что вот эти дома, на тот момент, я говорю, еще было, что построим социализм, это временное жилье, дальше будет лучше, и люди, многие, после таких старых домов, или старого фонда, они счастливы были, заезжали туда, потом уже, в 80-м, наверное, все эти хрущевки, люди мастерчертили, низкие потолки, маленькие кухоньки, маленькие комнатки, хотя планировки хрущевок очень разные, и на самом деле, кирпичные, когда я риелтором, я не работал, я около полутора, двух месяцев, месяц или полтора, врать не буду, ходил в одну крупную компанию, думал себя в риелторсе попробовать, но не мое, не стал продолжать, и некоторые кирпичные, вот так называемые хрущевки, они на самом деле, фору дадут даже современным домам, не эконом класса, а ближе к комфорту, то есть, там тепло зимой, там дышится хорошо, там летом комфортно, и соседей вообще не слышно, как будто их нет, я лично просто в Домодедово собирался брать, когда ипотеку, долгая история, и люди мне рассказывали, понятно, что продавцам верить нельзя, но я потом их слова проверял, действительно разговаривал, находил людей, кто живет в пятиэтажках, и все говорили, соседей вообще не слышно, но если уж только совсем там включить стереосистему мощную на всю, но в остальном, как будто соседей нет, как будто в частном доме, никто не топает, за стеной не ругается, а блочные, какие бы они не были хорошие, там все равно соседей будет слышно, опять же, единственное, что я могу посоветовать, перед покупкой очень тщательно, изучайте, читайте, тип серии дома, есть такой сайт, типдома.ру, смотрите, плюсы, минусы, так вслепую никогда нельзя покупать, особенно жилье, неподготовленным. Ладно, вон моя электричка уже. И там чуть-чуть есть, но непонятно, там, по-моему, всего несколько жилых домов, промзона какая-то. все-таки какая-то замечательная дорога. Она по-настоящему классно выглядит и зимой, и осенью, и весной, и особенно летом. Но зимой тоже, на самом деле, очень-очень красиво, снег, и в то же время большинство деревьев зеленые. Ну, понятно, что березы без листвы, а хвойных очень много. Дорога очень красивая. Идешь, и прям вот наслаждаешься. Ну, когда морозов особенно нет. Когда морозы были, я либо на колесе катался, либо такси местное брал. Красота. Наверное, грибы уже пошли. Должны быть грибы. По идее. В прошлом году здесь сколько Саня, вот сколько мне помогал, ходили, сколько этих грибов здесь прямо собирали белых. Пол пакета пока дойдешь. Именно белых. То есть, не подосиновиков, даже не подберезовиков. Было огромное количество. Сейчас тоже должны грибы быть. Но сейчас я уже не хочу. Пока съездил, хочу немножко перевести дух, передохнуть, потому что через три дня я уже поеду в Сочи. Из Сочи в Ростов, заберу детей и поедем в Курджиново. Ну, как уже не раз говорил, действительно, вот этот зной, зной, слово больше всего подходит. Вроде вот и ветерок, вот едешь, но некомфортно. То есть, тратишь свою энергию, организм тратит. Ведь это очень глобально. То есть, организм тратит ресурсы на то, чтобы охладиться. А когда изнашивается, ведь у нас же запасного нет, как машина, ездит, 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 ездит. И в итоге все равно, какая бы ни была самая лучшая, самая надежная в мире, со временем там, да, что-то можно менять. Но мы не говорим, что о том, что менять. Я знаю, что и сердце пересаживает, и органы другие. Это и очень дорого, и я не уверен, что все равно это прям идеально все приживается. Но я в медицине, это, честно говоря, вообще не смыслю. Но если мы говорим просто о старении, то все-таки чем условия более комфортны для жизни, тем просто уровень жизни выше, во-первых, тебе комфортно. И изнашивается тело меньше. Это же тоже очевидно. Почему и в том же Сочи, к примеру, вот я поеду, расскажу, сколько же там квартиры стоят. А когда-то еще, я помню, до того, как было решено, что будет там проходить Олимпиада, Сочи был маленький городок. Там фактически, по-моему, вот знаете, уникальный случай, по-моему, я в Сочи то ли ничего за все эти годы в автовых продажах не продал, то ли продал один раз, и как-то все очень печально. То есть, это был такой захолустье было. Вы сейчас удивитесь, но Сочи это был не маленький город, конечно, не поселок, Сочи, город, но вот в новейшей истории России он потерял статус того курорта, который был при Советском Союзе. Много там шуток, фильмов, очень Сочи, Сочи, Гагра, такие были на слуху. И сейчас, после Олимпиады, конечно, город разросся очень сильно, очень-очень, но когда-то Сочи это был такой небогатое место с невысокими зарплатами, то есть, не был никакой он раскрученный, никакой жемчужиной. Я не знаю, можно ли его жемчужиной назвать. Я там проездом был только в 2014-2015 году в Сочи. Вот, поэтому съезжу, посмотрю, вам расскажу, что за город, как живут, впечатления, как вообще ощущения, все расскажу. Но, все-таки, знаете, очень важно жить комфортно, при комфортной температуре, и не нужно, чтобы было слишком жарко и слишком холодно. Но, здесь, конечно, в Мещуле классно, вот эти вот ощущения все отлавливаю. Я наслаждаюсь поездкой, наслаждаюсь вот этим ветерком, но все равно после Курджинова, да даже после мостов, как ни странно, здесь другая влажность, здесь другие ощущения от жары и не очень комфортно. Повторюсь, ко всему люди привыкают и к комарам, и к мухам, и к жаре, и к зною, и к холодам. Но, если есть выбор, то, безусловно, выбирать нужно не хорошее, а в идеале самое лучшее из того, что доступно. Потому что, честно говоря, я бы с удовольствием, если бы были финансы, возможность, ну и границы открытые, все хорошо, были бы финансы прям вот со всеми. Я бы брал, например, поехали бы на Кипр, например, пожили бы, там с бывшей женой, я думаю, договорился бы, ей там поселил ее, себя, а Тимуру, например, час на Кипре, пожили там годик, надоело, поехали, вот в Австралию хочу съездить, она очень сильно отличается от СИО. Опять же, нашли там русскоязычных учителей, то есть деньги, конечно, они дают офигенную свободу, когда их уже так много, что тебе не нужно считать, и ты просто берешь очень качественное, хорошее, дорогое используешь. Так, конечно, здорово, здорово, пожить в разных частях света, ведь планета-то одна, я говорю о том, что мы все, и я думаю, что, ну, я не думаю, я уверен на самом деле, что человечество когда-то едино было, и тут очень, на скользкий путь стою, очень страшный, потому что, опять же, вспоминаем Великую Отечественную войну, нацистов и так далее, когда говорили одна раса лучше другой, это страшно, на самом деле, я говорю совершенно противоположные вещи, что все одинаковые, ах, слепенький гад, а, вот сволочь, на полном ходу еще усил меня за спину, я говорю о том, что все люди были когда-то одинаковые, и все люди, это одна национальность, кем-то, чем-то, разделена, раздроблена, либо это так само случилось, либо это какой-то план разделить людей на национальности, я когда границу прохожу, это такая нелепость, первый раз, вот когда в 2007, что-то поехал, не, в 2009 за границу, такая нелепость, вот эти вот тебя обыскивают, это так чудовищно, странно, конечно, нет, я за безопасность, безусловно, понятно, но это очень странно, страшно, не должно быть границ, человечество должно быть единым, но нам до этого расти, расти, судя по всему еще, в общем, все делаю правильно, использую сантехпасту, сантехнить, чтобы ничего не текло для резьбовых соединений, в общем, осталось его прикрутить, я надеюсь, она заработает, все в порядке с насосной станцией, то одно, то другое, видите, разводной, главное, не перетянуть, ребят, сейчас фильтр поставлю и попробуем, надеюсь, что все работает, все проверил, все на месте, должно все работать, краны все открыл, все должно набираться, давайте посмотрим, сейчас станция воду наберет, звук рабочий, вода течет, все нормально, колодец набирает, фильтр набирается, сейчас пойдет, о, пошло, так, здесь эко режим надо включить, какой же я невнимательный в сетке, ну вот, забыл прикрутить шланг, не утаиваю, мог бы вырезать, но, внимательным мне нужно быть, конечно, сейчас посмотрим, что в итоге у нас получается, вода с бочки забирается, сейчас она распределится по водозаборной, по системе вододвижения, как правильно сказать, по всему, и посмотрим, что у нас тут получается, я надеюсь, все заработает, работало же все прекрасно, да, рукожоп я, ну ладно, хоть это собрал нормально, работает система, давай, двигайся, в чем проблема, вода забирается, поступает, ну и должно все идти, больше кранов у меня же нет, сами же сани все делали, вот это я понимаю, но вода идет, к сожалению, не там, пока не понимаю, почему не работает, а здесь смотрите, что происходит, вообще, смотрите, как хорошо, какой я молодец, как хорошо, какой я молодец, что съездил я в Черусти, закупился еще на два дня, на три, сколько здесь останусь, продуктами, потому что за окном, конечно, вот такая погода, зато прохладно, ого, слушайте, а там на улице, конечно, если я без машины, своим ходом, это пипец, класс, не хватило мне системного подхода, но опять же, опыт, никогда не занимался, короче, проблема была в обратном клапане, обратный клапан вышел из строя, надо было мне понять, что здесь я все сделал правильно, заменил, соответственно, проверить идет вода или нет, потом только, в итоге, вот здесь была проблема, устранил, что могу сказать, проблема номер два, ну, на самом деле, ожидаема, потому что ставил я, ну, здесь темно, но можно увидеть, течет кран, завтра поеду новый куплю, потому что это бэушный, ну, и, соответственно, гибкая подводка, также одна полетела, не знаю, из-за холодов, либо просто некачественно, либо еще какие-то причины, кто разбирается, напишите, из-за чего она полетела, подводка новая, понятно, была, ну, в общем, так, ну, в любом случае, вода в доме есть, она и была, просто, видите, одно, второе, третье, конечно, залил пол, но это я проверял, воды не так много вылилось, просто чувствую, что вообще потоп, нет, сейчас все это уберу, соответственно, вот, в общем, знаете, я ловлю себя на мысли, что, конечно же, в этом можно легко разобраться, мне даже, когда, никогда я не работал на работе, не считая грузчиком работал, и не стужусь этого, ничего страшного, что такого-то, год грузчиком работал, год экспедитором, но это все-таки, опять же, грубая рабочая сила, а не созидание, либо ремонт, потому что созидание, вот даже, вот это все, это, в принципе, созидание, это Саня мне помог, но вы знаете, я ему очень благодарен за это, то есть, это созидание, это создание, получается, с нуля воду, либо ремонт, таких навыков у меня нет, но я над этим работаю, и никогда не поздно научиться, когда свой дом, конечно, нужно уметь все самому, представьте, ну вот, вышла у тебя из строя, и в деревне, ну, откуда ты здесь, за 40 километров мастера, сюда повезешь, тысячу рублей туда, тысяча обратно мастеру, ну, все самому делать только, это в квартире, да, ты на работе, работаешь 5 дней в неделю, у тебя и времени особо нет, и желания всем этим заниматься, ты, в принципе, раз пошел, там, отдал тысячу рублей, а если что-то еще и бесплатно сделают, ты же кварплату платишь, ну, не все, кран полетит, по идее, бесплатно должен делать, но если честно, я всю жизнь жил в квартирах, вот до прошлого сентября, и года не прошло, и как-то, это все равно деньги какие-то платишь, приходят люди, и все равно им деньги платишь, поэтому, так вот, купил разные еды, много, в общем-то, всего накупил, да, я этот майонез люблю, честно говоря, не знаю, что просто у меня так люди настроены, при том, в Макдаке кто ест, говорит, о, ты майонез ешь, я говорю, так ты в Макдаке ешь, ну, как он сейчас, вкусноточка вот эта несчастная, а что не есть-то майонез, почему нет, ну, и второй слайд-то выбрать, ну, ладно, всем добра, ну, что, добьем, осталось-то немножко, чтобы все было красиво, а то, что, сделал две трети, и застопорился, все надо добить, тем более погода позволяет, пеноплексы навалом, вон там еще несколько пачек стоит, в общем, начинаю доделывать, стыки также не жалеем пены, чтобы плотно было, чтобы мостиков холода не было, где-то GOD NOTICE разрушительно на д kennинец, как раз��еть, когда надо обрисовать, какая-то как разhimедпедка фибрилд, она может được, по mannersisu, всякая помощь, в общем, пятерых, я буду плотно для поисков, whom, на falei, Субтитры сделал DimaTorzok 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 Сначала еще думал не продавать Думал какую-нибудь черепицу Фасадную купить Но возможно Ну скорее я выставил в таком состоянии Единственное доделаю пеноплекс В общем обшить только останется Для красоты Ну вот еще один лист пеноплекса Прикреплю на место Да я осознаю что я не мастер высокого уровня Потому что где-то неровненько Где-то щелями Вообще мастера смотрят наверное и думают Ну и дичь Ну знаете я никогда Не заявлял что я мастер высокого уровня В любом случае все это будет закрываться Конечно если бы это был материал Который уже окончательно То мне было бы стыдно за свою работу И тут я себя не критикую Но Это мы сделали Мне человек помогал Александр Вообще смотрите Вот что значит мастер Человек много лет строит дома Он сейчас правда уехал за границу Вот такая ситуация Если интересно кому Я оставлю ссылку Если помните мастер Он владелец компании У него компания Когда он более 100 домов построил Человек мне просто так помог Понимаете Не из-за того что рекламу хотел Он просто увидел и помог Приехал не поленился Это вообще ну Бывают люди хорошие реально То есть я говорю Как ты к миру Я людям Я не хвалюсь Я не рассказываю о своих делах Каких-то Которые я делаю Не скажу что я много делаю Помогая людям Но я стараюсь И в ответ тебе тоже Люди приходят Помогают Поймите простую вещь такую Я уж не знаю Может быть у вас это не работает Но если ты к миру хорошо И мир к тебе И я тут не учу вас Ну конечно жутко Вот это то что я делал Конечно Ну это просто дичь Ну хотя там пена то есть Видите Вот она там стыки Вот везде Везде Ну выглядит конечно жутко Только закрывать Так вот и человек У меня тогда приехал Как же здорово Мы с ним сделали все это Вообще там за день Обшили Вообще красотища Здесь я один И в принципе навыков у меня мало Кривенько Косенько Но пены я не жалею Чтобы мостик Ну там есть пена Это точно Я ее заливал туда Просто вообще дофига Просто дофига Ладно Меньше слов Доделать больше Вот И потом Надеюсь кто купит Все таки обошьет Будет теплее Изначально я планировал Два слоя Вообще десятку хотел брать Но в итоге Пять оставлю Все таки лучше Чем ничего Потому что теплопотери Все равно очень большие будут Но явно будет теплее Это безусловно То есть вот Пены я не жалею Ее достаточно много Вот там тоже Просто не видно Все так хорошо запенено Чуть вот так Жмем Дадим застынуть И еще один Кирпичик Как говорится Еще один лист Уже поставил Комаров Отпугиваю Соответственно Эти Специальный отпугатель Комаров Здесь еще Вот здесь Сейчас еще допеню Мало Мало Это пена просто Не такая она и липкая Вот сюда сейчас добью А вокруг Такая красота Что вовек не снилось нам А за этой тишиной И красотой Будет классно очень нам Кайф Сидишь Вот здесь Окошко открыто Там еще одно Окошко открыто И очень красиво Тихо Спокойно Комфортно Может быть Я действительно Такой человек Что вижу только Хорошее Не знаю Ну такой уж Какой я есть Оптимист неисправимый Нет С пеноплексом Конечно Работать Одно удовольствие В стыке встают Мостика холода нет Держится хорошо Очень 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 Прям реально Я говорю Еще и тот дом Утеплю На юге Кто не знает У меня же сейчас На данный момент Пять домов Два дома Включая этот Я продаю Или сдаю Пришли Должны прийти Потенциальные люди Которые хотят Его У меня Снять Жить А потом Выкупить Смотрят Как раз Не особо Такие Далекие От Москвы Места Но Дома Особо Сильно Не подорожали Учитывая Сколько Я сюда Вложил И насколько Готов Сторговаться Тут в принципе Моя прибыль Будет Конечно Но не такая Огромная Как с прибыли Той же Квартиры Да и вообще Не планировал Я его продавать Планировал Реально жить Но видите Как все Получается Очень быстро Прям Самому Удивительно Невероятные Скорости Какие-то Очень все Быстро Происходит В жизни Очень много Всего Ну с пеноплексом Работать Конечно Реально Одно удовольствие Я не знаю Все пишите Через Э Ну Написано Пеноплекс Я и говорю Пеноплекс же Многие поправляют Нифиг его знают Мы же Говорим Много Неправильно Москвичей Любят Тыкать Еще И пишут И на комментариях Москва А тянут Специально Ну мы действительно Говорим Не Москва А Москва Там Не пойдем А пойдем Погнали То есть Все мы не произносим Жители Москвы Вот Поэтому Фиг узнает Многие так пишут Пеноплекс Пеноплекс Ну я же Как пишется Вроде думал Правильно говорится Пеноплекс Ну да ладно Не в том суть Главное Что действительно Удобно Прикольно Им обшивать Да Как и говорю Кривенько я делаю Но лучше так Чем ничего не делать Понимаете На диване Сидеть любой может Конечно Меня смотрят И профессиональные Строители Я думаю И люди Которые сами Все обшивали Но Я только начал И со временем Если это не заброшу Буду домами заниматься Навык повыше Конечно А здесь Видите Тоже Кривь Кось Вообще Ну честно Ну конечно Ну все закроется Сейчас еще запеню Вот здесь Пена почти закончилась По ощущениям Там где-то Треть осталась Почему меня Так много людей Смотрят И так мало Здравых советов Почему Я не в укор Но столько людей Пишущих С таким знанием Делал Почему вы мне сразу Не сказали Что надо Вот так Оставлять Почему я об этом Узнал От тех Кто мне Окна Устанавливает Они говорят Оставляй пену Просто В пистолете Все По полгода Лежит И ничего с ней не будет Почему вы мне Об этом не писали Сколько вы писали О том Что я делаю Неправильно А по факту Почему среди вас Знающих людей Оказалось так мало Ведь это так Просто Такие здравые Хорошие советы А некоторые Еще и обижаются Да ты меня не послушал Я так говорил Я так Ой блин Ребята Вообще За здравые советы Всегда Большая благодарность Я не к тому Что как говорил Ко мне человек Приехал и просто Помог Я никого не зову В помощь Ну человек Предложил Я понял По общению Что адекватный Человек Вменяемый Нормальный И Принял помощь В общем Меня живут Уже заживо Всякий гнус Хоть я и обрызгался Этой Специальные Политизаторы Есть Ну конечно Тяжело После юга Пожив там чуть-чуть Сколько Месяц Подряд Я там с детьми До этого Там тусовался Тоже Конечно Красоты хорошие Владимирская область Но вот этот гнус А утром выходишь Понимаете Утром Выходишь Воздухом подышать И они с каким-то Визгом Они видят добычу Вот дверь открываешь И на тебя Десяток этих мух Слепней Комаров Ну утром Сейчас их ладно Практически нет Это конечно просто Мои любимые Да как вы говорите Но это меня до глубины души поражает Я никогда так не жил В Москве-то их нет практически И тут такое вообще Такие вещи Творятся с этими Гнусом В общем не все успел доделать У меня два баллона пены Говорю практически кончился Ну хотя бы немножечко еще Подделал Хотя бы чуть-чуть Видно вот где сделал Вот На юге конечно Что ни говори Все-таки Я там Извините за подробности Ни разу не вспотел Хотя я Артура на закурках таскаю Он уже большой Тяжелый Становится Я там бегаю Ну там как-то все по-другому Друзья Я не к тому что надо Прямо это Всем на юг переехать Ну здесь другое Не скажу что здесь хуже Кому-то нравится Такая влажность И климат Вот Сейчас просто Чтобы футболка У меня здесь одна Одежду-то я рабочую оставил Даже все равно Вот футболки Не из-за того что жарко Я в это Это хлопок стопроцентный Купил специально рабочие Штаны И вверх Полностью стопроцентный хлопок Дышащий Но здесь жарко Здесь душно Я реально не понимаю И все-таки Юг Хоть и горы Где дожди идут Это все-таки Совсем другие ощущения От жизни Поэтому говорю Жить надо там Где комфортно Мне комфортно Поэтому я вот так Вот такие финты делаю Там купил Здесь купил Там купил И в итоге продаю В общем ладно Друзья Как же здорово Все-таки жить на природе То есть сидишь Работаешь за компьютером Раз А там вот такая красота И вот такая красота Вообще Полюбуйтесь просто Красиво Ну согласитесь Далеко не все из нас Так живут В такой красоте Чтобы вот так вот Из окошка смотришь И зимой Вспомните зимний Ролики Как я любовался Этой природой Из этого окна То есть это конечно Было очень и очень хорошо Выпуск на этом Я завершаю Как всегда желаю Будьте здоровы Будьте успешны Будьте позитивны До новых выпусков С уважением Ко всем Давид Счастливо друзья Это я думаю Они вдохновились Калклайф 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 Да Дум Дум Наверное Если вы меня спросите Какая лучшая игра Я скажу Что Дум 3 Это лучшее Что я видел Это самая лучшая игра Ребят Это конечно Просто космос Продолжение следует...